Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день. День такой солнечный, дождливый, переменный. В эфире радио «Болтком» программа «Без антракта». И я ее ведущая Евгения Шерменева. И у нас сегодня прекрасный гость, который зовут Майя Павлова. Добрый день. Здравствуйте. Майя работает уже много лет продюсером, директором. Я не знаю даже, сейчас подробно расскажешь, какая вот твоя должность. В небольшом театре на улице Гертрудес. Это помещение, про которое тоже может рассказать Майя. У него есть своя история, и как там они оказались, эти молодые театральные ребята, рижские. Почему я их сегодня позвала Майю? Для меня последние несколько дней очень важное слово – это слово солидарность. Если вы следите за тем, что происходит в новостях в России, радио у нас все-таки русскоязычное, поэтому я думаю, что как-то так или иначе вы следите. И вчера был тот прямой эфир, насколько я понимаю, посвященный Павлу Устинову. Вы знаете, что вот уже несколько дней театральное сообщество России поднялось на защиту молодого актера, который был арестован летом этого года на Пушкинской площади. И его какое-то время назад ему присудили 3,5 года колонии ни за что. И неожиданно для всех вдруг театральное сообщество поднялось. Причем поднялось и взрослое поколение, и молодое поколение очень активно поднялось. И запустили флешмоб в поддержку молодого человека, и запустили требования о том, чтобы петицию о том, чтобы было пересмотрено его дело. Начали привлекать внимание зрителей на спектаклях. И вот на фоне всего этого всплыло такое прекрасное слово, как слово солидарность. Почему солидарность и театр на улице Гертрудос? Для меня это две неразрывные вещи. Потому что театры бывают разные. Театры бывают государственные, бывают частные, бывают коммерческие, бывают экспериментальные. Так вот, во всем мире независимый театр существует довольно сложно. Он существует на гранты, он поддерживает молодых режиссеров, он поддерживает эксперимент в театре. Не всегда хватает денег. Это не коммерческие абсолютно проекты, которые не приносят никакой прибыли его организаторам. И вот уже 10 лет в Реке есть такой театр, который, в общем, солидаризирует всех тех молодых, подросших, возмужавших деятелей театральной Латвии, которым интересно попробовать что-то новое, открыть для себя что-то интересное. И театр на улице Гертрудос со своим небольшим коллективом, поддерживает любые интересные предложения от художников, от режиссеров, от драматургов и от актеров и от танцоров. У вас еще современные музыканты тоже у вас есть. Ну, это как бы безразлично, который профессия не представляет, но у кого есть идеи, тот приходит. И это не, как сказать, у нас даже есть комиссия отбора. Но, да, мы интересуемся современным театром, и наша цель – дать возможность каждому артисту, художнику, развивать свою рукопись и сделать такое место, где он мог бы своим делом заниматься. Реализовать свои желания и возможности. Да, да. Ну, как бы мы не заказываем никакие проекты, это не от нас зависит, какие у него идеи. Потому что мы, я думаю, что самое интересное – это идеи художников. Потому что они есть, ну, это может быть наивно слушается, но артисты, художники, они эти чувствительные люди, которые видят, и у которых они видят это будущее. И наша поддержка им очень нужна, потому что они говорят об обществе, о том, как мы живем. И мы можем, как зрители, как зрители на этом научиться что-то, и что-то понять о себе, о жизни. Так с чего все началось? Петя, мы вот сейчас разговариваем, и у нас в ближайшее время будет юбилей, начинается юбилейный год. Вы уже созвали пресс-конференцию, на пресс-конференции уже пошли отзывы везде, не только на телевидении, не только в газетах и журналах, на радио, везде. То есть вы анонсировали, что у вас будет особенный год? Да. Ну, с чего все началось, и почему этот год особенный? Ну, началось это невинно, и как бы мы даже без больших планов. Это было в 2009 году, когда мы сделали один спектакль в Польше. Это было на фестивале, это назывался «Город». «Город», и вот этот спектакль, который называется «Мэнерзахе», «Дело мужиков», как бы это перевести. И мы просто искали место в Риге, где это показать, потому что, ну, довольно там был большой состав, всем четыре танцора, три музыканта. И вот искали площадь, где показать, потому что театры все довольно были заняты, довольно дорогие. Ну, репертуарный театр существует совершенно по другим законам, конечно. Ну, да. И вот, и как бы случайно Андрей Сервейс, который руководитель теперь театра на улице Гертрудес, он нашел объявление, что сдается в аренду такая-такая площадь. Ну, пошли, посмотрели, и она как бы пригодилась этому спектаклю. Ну, вот. А что это было с самого начала? Какую вы площадку получили там на Гертрудесе? Это такой актовый зал, бывший, это даже не Рупный, я не знаю, как это просто. Я так понимаю, что там была какая-то управленческая компания по ремонтным работам в городе, да? Да, что это такое. Ну, и вот, как и у всех хороших советских зданий, есть актовый зал, где рабочих заседаний, дипломов, выдачи дипломов и всякие прочие ерунды. Ну, и вот этот зал сохранился, сохранился практически в таком виде, как он был, но немножко там стены были покрашены. Покрашены все. Покрашены, да. Спасибо. Ну, да, и да, и, ну, нам это, ну, как бы вся обстановка очень годилась для этого спектакля, и так мы вот показали этот спектакль, он очень хорошо, публика среагировала, им понравился, и так, ну, это один месяц, два месяца, три месяца, потом начали думать, а что дальше? Ну, как бы помещение, зал хороший, ну, и вот потихоньку позвали, ну, там в это время тоже Мартин Чайхе, наш друг и режиссер, он начал делать свою компанию, как бы ему тоже надо было место, где что-то репетировать, где играть. И вот так мы собрались, какие-то новые тоже режиссеры начали, Валтер Силс, который уже теперь режиссер Национального театра, Карл Скруминч, и так постепенно это просто произошло. К вам стали приходить одни, приводить других, да, вы начали обрастать, а что касается современного танца, у вас же, я так понимаю, была большая программа, связанная с современным танцем. Этот спектакль Меннерзаха, как бы, был танцевальный спектакль вообще-то, это был хореограф из Словении, Бранко Потач, он его сделал, и с этого и всё началось, и танец, как бы, был, и всё время есть одно из наших, как бы, интересов, потому что, ну, как бы, это что-то иное. Ну, вообще-то говоря, спектакли на улице Гертруда, театры, это то, что отличает, может быть, от других театров, это, как бы, язык или текст, пьеса, это не главное, то, что на сцене, и это, поэтому, я думаю, что можно приходить и смотреть спектакли, тоже не понимая язык, потому что там, вот, театр главной роли, театр нет. Ну, это тоже немножко то, о чем мы говорили с Дмитрием Волокостреловым в августе месяце здесь, да, о том, что, собственно, драматургический текст в постдраматическом театре, он уходит на периферию внимания и художника, и зрителя, и есть много других способов выражения и элементов, составляющих театр, на которых, в общем, всё и базируется, да, это может быть музыка, это может быть танец, это может быть движение, это может быть актёрская особенная какая-то игра, манера произношения, даже текста, но вот эти 10 лет к вам приходили, кто-то у вас оставался, кто-то уходил, но коллектив как менялся ваш, вот, кто от начала до конца эти 10 лет с вами? Я и Андрей. Ну, как бы, у нас было, как это, бедреба? Да, общество, да. У нас было общество, которое, это ещё, как бы, наша юридическая форма, общество Тарба, мы её основали в 2006 году, и вот с этим, как бы, мы были одна, не одноклассники, но мы думали... Учились вместе, да? Нет-нет, там были разные артисты, тоже продюсеры, примерно 10 человек, которые мы создали эту ассоциацию, просто, ну, думали, что надо что-то делать, но мы не знали, что ещё и как, и просто постепенно по ходу дела учились. Набирались опыта, да? Набирались опыта в одном, в другом, в третьем. Да, но я... А кто ещё, вот, как бы сказать, кто ещё входит вот в ваше вот это сообщество, ну, может быть, даже не столько формально? Ну, давай так, вот формально у вас есть некая группа, которая принимает решения по составлению репертуара, по тому, что можно делать, что нельзя, что мы поддерживаем, что мы не поддерживаем. Ведь вы, как я так понимаю, несколько раз в сезон собираетесь для того, чтобы обсудить и предложения, которые приходят к вам, приходят люди, и какие-то ещё вещи, да, и там дальнейшую политику вашего развития. Вот кто составляет, вот сейчас, в этом юбилейном году, кто составляет вот этот вот ваш коллектив, который принимает такие художественные решения? Ну, как бы художественные решения, ну, первое, как бы, у нас два уровня, получается. Один, это мы, те, которые работаем в театре, это семь человек. Ну, конечно, не все полностью заняты этим вопросом, но я, Андрей, Эва, мы обсуждаем, это как бы не... Ну, те, кто каждый день работает в театре. Да, да, мы все предложения обсуждаем. Ну, и тогда у нас есть вот тоже этот художественный совет, который мы пригласили, тех, которые не каждый день нашим, потому что, чтобы было, как бы, немножко вид, взгляд со стороны, взгляд со стороны, чтобы, ну, мы могли посмотреть, что делать. Может быть, мы что-то пропускаем, когда, ну, работаешь и когда все время бываешь на месте. И тогда там мы пригласили, там, режиссора Карла Скруминша, актрису Анту Айзупи. Ну, те, которые мы, с которыми работали, но которые мы чувствуем, что они понимают, что мы делаем, даже если это невозможно рассказать словами. Но при этом они не включены в вашу ежедневную жизнь. Нет, 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 нет. У них есть свои какие-то дела, они видят какой-то другой мир, и они приходят к вам из этого другого видения с тем, чтобы с вами поговорить о том, что происходит в вашем ежедневной жизни. Да, да, и поэтому очень это, я думаю, очень важно для нас, чтобы мы не как бы не зациклились на свое только, чтобы мы оставили вот видение как бы вокруг себя. Это же тоже солидарность в некоторой истории, в некотором образе. Скажи, пожалуйста, а какая технология поддержки, вот выпуска спектаклей? Ведь театр существует, получает какой-то грант на ежедневную работу, да? Да. Это позволяет вам содержать помещение и позволяет вам содержать минимальный штат. Да. Вас все умеют все, я так понимаю, да? Да. Как бы взаимозаменяемость внутри коллектива большая. Да, постепенно она сокращается, но еще можем, да, заменить. Ну да, мобильный такой, мобильный офис. Да. Но дальше к вам приходят люди и говорят, мы хотим делать спектакль. Откуда вы берете деньги для того, чтобы эти режиссеры, которые к вам приходят, вот у вас в этом году объявлено несколько проектов. Откуда вы берете деньги, или они приходят с деньгами, с какими-то спонсорскими, или как это происходит вообще? Ну нет, главное, конечно, нас, главное, кто поддерживает нас, это фонд культурного капитала, Волсткультур капитал фонд, который, ну как бы в Латвии главный фонд, это независимый, как бы, от государства, который поддерживает процесс, культурный процесс, ну всякий, не только театральный, но это главное, как бы, место, где, откуда мы получаем, вот, базовое финансирование тоже на проектах. Но это всегда получается так, что приходит кто-то с идеей, мы, как бы, говорим об этой идее, может быть, иногда эта идея, когда мы поговорили, уже исчезает, и больше не приходит. Ну или потом трансформируется, и через годы приходит опять. Да-да-да, это такой плавный процесс, но если эта идея, мы думаем, что это хорошая идея, и нам нравится, и этому человеку, который пришел, он знает, почему и какие у нас ограждения есть, и тогда мы делаем проект, даём заказ, заказ, как это, заказ проекта. То есть вы заключаете некий договор с художником, который к вам приходит, он вам предлагает идею, а вы ему обеспечиваете инфраструктуру для её реализации и помогаете, ну как бы, обеспечить ему финансирование. Да, но при этом это, как бы, тоже, ну, солидарность, и мы не, как бы, не берём это только на себя, это такое совместное дело, потому что иногда бывает так, что фонд комиссии не подтверждает этот проект, им, например, не нравится, и тогда вопрос, что мы делаем, мы делаем этот проект или не делаем. И у нас были проекты, которые мы сделали, ну, без поддержки фонда, но, ну, немного, но есть, но и тогда всегда этот вопрос, насколько это нам нужно теперь, и так, и тогда мы... То есть это уже ваши продюсерские, так скажем, риски, и риски того художника, который к вам приходит, будет ли он действительно настолько востребован тот продукт, который вы сделаете, что вы сможете потом его эксплуатировать с тем, чтобы закрыть какие-то свои расходы предварительные. Да, но иногда бывают ситуации, когда если мы думаем, что это очень хорошая идея, и эту идею надо как-то точно сделать, тогда мы, конечно, ищем другие возможности. У нас тоже партнёр Институт Гейте в Риге тоже, который поддержал несколько спектаклей, которые мы сделали, ну, и так, так это жизнь происходит. Скажи, пожалуйста, а что у вас за зритель? Вы понимаете, кто к вам ходит? Ну, как бы зритель довольно, ну, я думаю, что есть немногие, которые ходят на все спектакли, ну, на все премьеры, так говорить, есть зритель, который идёт на специфический режиссор или хореограф, или... Ну, такой уже, который понимает, куда идёт и зачем. Да, 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 да. Но, как бы, они очень... Это зависит точно от спектакля, от каждого спектакля. Они очень разные эти люди. Я даже не знаю, единственное, что их, как бы... Объединяет? Нет, это театр на улице Гертрова. То есть у вас на разных спектаклях можно увидеть разных людей? Да, 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 да. Это, ну, и по возрасте, и по интересам. Мы просто видим этих людей каждый вечер, когда спектакль, потому что мы работаем вечером тоже. И то, что, как бы, для нас очень важно, что мы стараемся делать спектакли и играть их довольно долго. И это нам помогает, вот, как бы, привлечь новые и новые аудитории, и они только, ну, как бы... То есть не краткосрочная жизнь, не жизнь спектакля в течение одного сезона. Вот, скажи, пожалуйста, вы ведь сейчас в октябре, к своему юбилею, делаете какую-то специальную программу из тех спектаклей, которые, так скажем, составляют Золотой фонд. Золотой фонд. Золотой фонд. Театр на улице Дарь Трудос. Да. Это не премьеры, это спектакли, которые уже были созданы, у которых уже есть аудитория, которые иногда или редко, или мало, или как-то еще играются, которые были на фестивалях, у которых есть длинная хорошая жизнь. Сколько вы таких спектаклей покажете в октябре? Это же таким одним блоком, да, у вас будет? Да, у нас будет с 22 по 27 октября, у нас будет это как бы топ-10 или топ-10, как бы в латышке это игра словами, да, 10 спектаклей, которые мы покажем. Еще мы сегодня, ну завтра, последний день, когда мы совсем будем знать именно который спектакль, потому что немножко мы независимы, но зависимы от актеров. Независимы от других. Других независимых актеров и зависимых актеров, и поэтому это немножко меняется, но то, что мы уже знаем, уже в продаже, это «Черная сперма». Это «Влада Наставшего». Это «День рождения Тани». Это вот Мартин Чейхи, да. Который с вами начинал, собственно, да? Да, да, да. «День рождения Тани» – это такой интерактивный спектакль. Если есть вообще поклонники интерактивности в театре, то очень вам рекомендую. Правда, надо понимать, о чем идет речь. Там часть спектакля идет по-русски, часть спектакля на латышском, и включены зрители. Ну, это очень интересное шоу. Шоу, да. Ну, немножко шоу. Это шоу, да. Шоу элементов. Да, и есть спектакль «Рондо», режиссера Андрея Сервес. О взаимоотношениях двух людей, да? Ну, да. И тоже происходит как бы на радиостудии. И спектакль «Кожа» – это по пьесе поэтессы Инги Гайла. Мы его сделали в 2011 году. И это очень такой поэтичный текст. И актер его произносит, как бы это поют. Это хип-хоп, это все, что можно думать, как произнести. Ну, у Инги очень красивый латышский язык. Да. Да, там, в этом спектакле как бы вот язык и все это текст, как музыка. Как музыка, да. Да, это выражение такое. Ну, вот это то, что мы знаем. Тогда будет тоже спектакль для всей семьи Паса Капергарда. Пасагуны – это сказка о длинноносом человечке. Да, пундурс. А, это карлик нос. Да, карлик нос, да. Гауфа, да? Да, да, да. Переписанная. Да, да, да. Это будет… Слушайте, а вы вообще этот спектакль давно не играли? Я его не видела в репертуаре. Это да. То есть вы будете его сейчас специально восстанавливать для вот этого проекта? Вот это будет, да. Уже актриса Майя Довая уже согласилась, придет в пятницу. Вспомнит. Вспомнит, да. Но ее сын, у которого было три года, когда мама сделала этот спектакль, у него теперь уже 10 лет, и он вспоминает, он помнит этот спектакль, и он уже говорит об этом. Так что… Все равно он уже ждет. Один зритель у вас есть. Да, один есть. И, конечно, будет Карл Скруминч с пильгримом, главной роль режиссер Валтер Силс. Это было… Эту историю, наверное, знают русскоязычные зрители. Это история о православном, по-моему, просто о священнике, который переживает или как он… Ну, о жизни. Ну, я что, хочу сейчас сказать, потому что у нас формат короткий, мы без антракта, мы очень быстро рассказываем о том, что происходит. Я думаю, что будет еще о чем поговорить, и, может быть, я позову кого-то из вашего этого художественного совета пообщаться тоже, если это интересно. Потому что даже взгляд актера или актрисы или другого режиссера, мне кажется, это очень важно на то, что дало возможность встать на ноги многим. Потому что, конечно, вот мы называем имена, и то, что у вас работал и Влад Наставшев, и Валтер Силес, и другие люди, они становятся потихонечку звездами. То есть те, которые начинали у вас, стали звездами. И хорошо, что они возвращаются, потому что это тоже солидарность и поддержка вам в вашей нынешней работе. Я вам желаю хорошего сезона, я вам желаю тряхнуть стариной, судачно. И я очень хотела бы, чтобы русскоязычная публика не боялась вашего театра, несмотря на то, что, может быть, незнакомые тексты, незнакомые пьесы. Это не Чехов, которого можно смотреть в любом виде, да, это совершенно другая история. Я думаю, что вы придете, все поймете, и главное, что вы услышите очень красивый, молодой, юный, поэтический латышский язык. И наслаждайтесь этим, и наслаждайтесь новыми экспериментальными работами в театре на улице Гертрудес. Спасибо, Майя. Спасибо, Жень.